72-й год. Мюнхен. Федеративная республика Германия принимает Олимпийские игры. Холодная война не обходит стороной спортивные состязания. Идеологическое противостояние переходит и на Олимпиаду. Сборная ФРГ начинает церемонию открытия. Сборная Советского Союза. Впереди идет генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Спортивная ходьба. Заход на 50 километров. Главные фавориты. Бернт Каненберг из ФРГ и Вениамин Солдатенко СССР. На 25-м километре Вениамин узнает. На него поступило две записки на снятие, предупредив якобы за неправильную технику. Он понимает, что либо притормаживает и становится серебряным призером вслед за Каненбергом, либо где-нибудь на подходе к стадиону будет снят с дистанции вообще. Тогда тренеры принимают решение. Вениамин Васильевич Солдатенко родился в 1939 году в Североказахстанской области. В 1959 году поехал в Алмату поступать в Институт физкультуры по специализации бокс. Вышло постановление, что 50 на 50. 50 национальные кадры, 50 на страны. Две группы осталось у нас бокс и борьба. И там что-то не хватало, чтобы получилось 50 на 50. И все русские не попали. В общем, я не прошел по конкурсу. Я приехал, вернулся, как читал, пошел в военкомат, сказал, забирайте меня в армию. Служил я в Азербайджане. Ну, я занимался боксом, увлекся легкой атлетикой. Достал книгу «Бариус, украинец». И я вот по его методике, вот то, что у него были, как тренировки, планы тренировок, я все это делал. В 61-м году занял третье место на окружных соревнованиях в беге на 1500 метров. После чего написал письмо в Московский институт физкультуры о желании там учиться. Буквально через месяц пришел положительный ответ, и меня отпустили в столицу. А моим сослуживцам в связи с карибским кризисом пришлось задержаться в армии еще на год. Так что мне в этом отношении повезло, вспоминает меня Аймин Василий. Чтобы закончить институты, первый разряд, чтобы выполнять их в своей дисциплине. А у меня дальше второго разряда не идет ни 1500, ни 800. А мы там все дисциплины проходили. И в легкой атлетике у нас был зачет спортивная хедба. Надо было тратить 400 метров. Но я прошел что-то очень-очень быстро. Георгий Честраевин говорит, Веня, я смотрю, у тебя, наверное, спортивная ходьба пойдет. Давай я тебя познакомлю. Он тренер сборной команды Советского Союза. И он меня познакомил с моим тренером Анатолием Леонидовичем Фруктовым. Тренируясь каждый день по несколько часов, Вениамин поставил цель. Попасть на следующую Олимпиаду в 1972 году в Мюнхене. Три раза подряд выигрывая спартаки от народа по СССР, затем уже чемпионат Европы в Праге, едет в составе сборной представлять Советский Союз. Попал на Олимпиаду, все, приехали в Мюнхен, тренировался, все нормально. Екатерина Сибирна с нами, Вениамин, ты сейчас. В отличной форме. Все было, что страна, проводящая соревнования, своих судей. И там в основном были, то там были из Швеции, из Финляндии суди, из ГДР были, но в основном были суди из Ферлия. Бёрн Кёнинберг, Ферлищник. Он впереди, я за ним. И так менялись то он, то я, то он, то я. У нас в спортивной ходьбе есть записка на предупреждение, ну, то есть нарушаешь технику, судья показывает тебе значок, или согнутая нога, или полет. Мне уже две записки на снятие, а две записки, третья, там уже главный, старший судья по силе должен снимать. Вот, и тренер был Анатолий Леонидович Фруктов, и Гавриил Коробков на каком-то питательном пункте, говорит, Венемин, нас устраивает Серебро. А за нами все время, пока мы шли с ним, а мы уже далеко ушли вперед, к Кёнинберге. Вот, ну, когда мне сказали, Серебро устраивает, я отстал, и все, и машины больше после меня не было судьями. Продолжение следует... Глобный мето обondать в Санкт-Павчин. Усташеньеェрце отсюда. В Санкт-Петербурге проведело, еще говорит с ним someplace остров. 2 минуты по спорту. Для этого победа Канненберг в Алгой три года тренировал 6 часов. Да и все знали, и все наши спортсмены, все тренеры точно несправедливо. Да и в мире я со всеми ходоками был знаком. В тот год Мюнхенская Олимпиада навсегда запомнится миру под названием Черный Сентябрь. После соревнований в качестве призера Салдатенко принимает участие в пресс-конференции. Залы передают подозрительную записку с прямым вопросом. Я открываю по-английски в июде, ну то есть вы евреи, я улыбнался, покачал это. И вечером как раз случилось то, что вот шесть израильтян, палестинцев захватили и всех уничтожили. Группировка Черный Сентябрь искали евреев даже среди спортсменов других сборных команд. Яркий и колоритный спортсмен сразу бросился в глаза. Будучи греком по происхождению, Вениамин Салдатенко не подозревал, что оказался в поле зрения палестинских боевиков. Вениамин Вениамин с такой же легкой спортивной походкой бесстрашно шел и продолжает идти навстречу судьбе, доказывая своим примером, что человеческие возможности поистине безграничны. Мне это очень легко давалось. Так я и не чувствовал себя. Я никогда не боялся на старте. Никого. Я восемь раз чемпионом Советского Союза был. Но Бог дал, видимо, мне в это. Играет музыка 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 Продолжение следует...